Всем добрый день! Меня зовут Валерия и сегодня подскажу очень простой, буквально копеечный летний рецепт, который помогает нам не только поддержать нашу кожу летом, но и даже наше здоровье, особенно когда у нас интенсивная жара. Так вот, мы сегодня с вами будем готовить натуральный мятный спрей из натуральной мяты. И наш спрей будет великолепно ухаживать за кожей. Во-первых, он годится для любого типа кожи, и для жирной, и для дряблой, поскольку наш мятный спрей будет не только тонизировать, освежать и охлаждать кожу в период летней жары, он еще борется с отечностью, с усталостью на нашей коже, с повышенной сальностью, если необходимо, с расширенными порами, ну и плюс, как само собой разумеющееся, он увлажняет кожу, стимулирует микроциркуляцию и лимфодренаж. И вообще, вот этот самый мятный спрей рекомендуется для дряблой, зрелой кожи, поскольку он ее интенсивно омолаживает. И наш мятный спрей еще чем хорош. Помните, я вам делала отдельное видео, в котором говорила, что если вы летом при интенсивной жаре, когда сухой воздух, используете увлажняющую готовую косметику, где есть глицерин и гиалуроновая кислота, то вам нужно предварительно кожу интенсивно увлажнять или увлажнять ее поверх вот той самой готовой косметики. Вот вам готовый рецепт увлажняющего, замечательно тонизирующего спрея из мяты. Но я уже проговорила, что наш спрей будет помогать и нашему здоровью. Благодаря тому, что в мяте есть ментол, вот это орошение своей кожи с помощью вот этого спрея будет приводить к тому, что мы с вами будем бороться с чувством усталости, утомления. Он будет освежать нас в течение жаркого летнего дня и даже бороться с повышенной подлевостью. Вот такие свойства мяты. В общем-то, я надеюсь, убедила вас делать вот такой замечательный спрей, так как мы его готовим. Нам понадобится веточка мяты, буквально где есть 6-8 листочков. И вот эти самые 6-8 листочков мы с вами заливаем стаканом горячей воды. Можно, в принципе, мяту проварить, но я противница, я лучше в термосе ее настоять. Настаивать нам нужно где-то в течение хотя бы получаса-часа. У нас получается вот такой вот нежный по цвету, очень красивый настой. Не отвар, а именно настой. И вот этот настой уже готов. Во-первых, мы его можем использовать как мятный тонизирующий тоник для кожи лица, тела. Мы из него можем сделать косметический лед, но я его использую именно в виде спрея. Я беру, когда остынет этот отвар, наш настой точнее, да, я переливаю вот в такие флакончики. Простите, он у меня деформированный, да, и ношу с собой. В течение дня я поверх макияжа, да, или просто освежаю кожу своего лица и тела мятным вот этим самым настоем. Что получается? Во-первых, легкий аромат мяты, он приводит в чувство, он борется с головокружением, с тошнотой, когда есть жара. Он освежает наше тело, он охлаждает наше тело. Ну и в качестве косметического спрея он помогает как раз таки увлажняющей косметике выполнять все свои функции и задачи. И вот в течение дня я вот такой вот флакончик небольшой полностью использую. Понятное дело, что у нас получается чуть больше объема, его можно оставшийся объем хранить в холодильнике 2-3 суток спокойно и заполнять наш флакончик для того, чтобы вот его можно было взять в сумочке и носить с собой в течение дня. Так что берите себе на вооружение вот такой простой летний рецепт совет. Мяты сейчас много, ее можно просто нарвать на улицу, у кого-то попросить, но при этом эффект просто-напросто потрясающий. Еще раз повторю, и для нашей кожи, и для нашего здоровья. Да, должна сказать, что кстати мятой можно освежать даже кожу детей, особенно в период полового созревания у подростков, когда кожа имеет неприятный запах. И кстати этим же настоем можно освежать свои волосы, когда они потеют и начинают истончать неприятный запах. Ну а теперь минутка благодарности. Я хочу поблагодарить вас, мои дорогие зрители, за ваши донаты, за ваше спонсорство на моем канале, за ваше супер спасибо. Я напомню, что последний год все эти деньги идут на помощь харьковчанам, которые пострадали во время боевых действий, которые остались без жилья, которые получили ранения. Также мы поддерживаем стариков, мы поддерживаем тех пенсионеров, которые являются опекунами своих малолетних внуков. Ну и по возможности мы помогаем животным. Поэтому спасибо вам большое за поддержку харьковчан через мой канал. Ну и напомню, что ваши донаты вы можете оставить любым удобным для вас способом по ссылкам, которые есть в описании под любым видео. Еще раз огромнейшая вам благодарность от меня. Так что берите себя на вооружение, преображайтесь и будьте здоровы!